Всем привет, с вами Павел Багрянцев, и в этом видео мы говорим про три причины, почему вы теряете деньги прямо сегодня и прямо в кризис, если вы еще только в самом начале пути финансовой грамотности, давно читали книги, но до сих пор ничего не сделали. Давайте начинаем снова, опять по одним и тем же рельсам, пока вы не начнете действовать и не осознаете, что сегодня, завтра, послезавтра вы будете терять деньги. И вот почему. Первая причина. Вы до сих пор выбираете, какой брокерский счет открыть. Обычный счет или ИИС. А что лучше? А изучать? Ой, надо разбираться. Друзья, инфляция. Инфляция у нас гораздо выше, чем официальная, и каждый день ваши деньги обесцениваются. Если вы тем более копите деньги в рублях, то представляете, вы их зарабатываете, копите, складываете для того, чтобы накопить нужно время, и то же самое время эти деньги обесценивают. То есть представьте, вы в одну кучку кладете деньги, а с другой стороны время оттуда деньги вытягивает, потому что покупательская способность теряется. У рубля особенно. Поэтому уже прям пора инвестировать. Поэтому даже то, что вы ничего не делаете, вы уже теряете деньги. Это то же самое, чтобы стоять на месте, надо хоть как-то двигаться в наше время. Потому что если ты действительно остановился, то тебя отбрасывает назад. Нужно успевать за этим миром, за экономикой, за тенденциями. А лучше, если вы будете обгонять эту инфляцию. А что для этого нужно? Если вы хотите создать в будущем постоянный пассивный доход, если вы хотите сформировать капитал, вам уже нужно учиться инвестировать в какие-то инструменты. Потому что даже самые простые инструменты, они как минимум сравняются с инфляцией, и возможно даже ее обгонят. Можете, конечно, и в евро, можете и в доллары вкладывать. Это тоже можно делать через брокерский счет. Наверное, вопрос через какой? Скажу так. Я инвестирую через ВТБ. Альфа тоже классная. Самое удобное приложение для инвестиций, я считаю, это Тинькофф. Кстати, там у нас по ссылочке в описании, рекомендую перейдите, там будет бонус. Большинство моих знакомых, они пользуются Тинькоффом. Это действительно очень удобный брокер. Всем рекомендую, ссылка в описании. Вторая причина, почему вы теряете деньги, это обилие инструментов. Вы слышите что-то про биткоин, тут появилась недвижка, здесь какие-то инвестиционные фонды, здесь акции. А еще кто не разбирается в пирамидах, может и туда попасть. И вы просто даже не понимаете, за что взяться. Друзья вам говорят, что есть какой-то робот, торгует. Другой предлагает вам инвестировать в IPO или в какой-то стартап. И все. Друзья, скажу так. Чем консервативнее инструмент, тем надежнее. Начните хотя бы с акций. Начните потихонечку разбираться. Не нужно инвестировать сразу в высокорисковые активы. Не нужно заходить там на всю котлету в биткоин, там. На все в недвижку. Это очень высокорискованное. Вы можете много получить. И вы можете много потерять. Кстати, был такой эксперимент. Уоррен Баффет поспорил с какими-то тоже мировыми экономистами. И он вложил в обычный консервативный фонд. По-моему, Vanguard он называется. В этом фонде есть разные компании из индекса S&P 500. И в итоге, в долгой перспективе, Уоррен Баффет вкладывал только туда. Вот только в один фонд вкладывал. И в итоге его доходность обогнала очень известных мировых портфельных управляющих. То есть люди, которые искали, куда инвестировать в одно место, в другое. Они в этом круто разбираются. Уоррен Баффет их обогнал, просто инвестируя в один консервативный инструмент. Потому что, если посмотреть на график, то фондовый рынок на протяжении последних 100 лет, он все время растет. Рынок акций растет. Да, иногда есть просадки. И тут важно на эмоциях не бежать все продавать. Это тоже стандартная ошибка. Я это к чему говорю? Что начинаете богатеть медленно. Кстати, это тоже сказал Уоррен Баффет. У нас люди медленно богатеть не хотят, поэтому делают такие ошибки. Пирамида, Финника недавно закрылась. На биткоине люди деньги теряют. На недвижки, потому что не умеют инвестировать. Это все высокие риски, друзья. Поэтому обилие инструментов, конечно, глаза будут разбегаться. Но если вам какой-то инструмент более понятен, придерживайтесь лучше его. И пусть он будет как можно более консервативным. Тогда вы сохраните свои сбережения. А когда вы уже разберетесь, начнете диверсифицировать свой портфель, то есть класть все в разные корзины. Вот тогда уже берите, отщипывайте кусочек от своего бюджета и кладите во что-то более рискованное. Биткоины, пусть это будет недвижка, еще что-то. Но есть риск, что вы эту сумму потеряете, но это будет не вся сумма вашего капитала. Ну и третье, стандартный принцип. Не держите все в каком-то одном источнике. Допустим, есть люди, которые на все заходят и покупают квартиры. Есть люди, которые на все зашли и купили биткоин, криптовалюту. Да, это правило знают абсолютно все, но до сих пор есть люди, которые на все свои сбережения входят в какие-то доходные или якобы доходные проекты. Те же IPO и многие другие подобные схемы. Друзья, не нужно так делать. Опять же, смотрите первые два пункта. Я надеюсь, что это чисто для разминочки. Вам, надеюсь, понравилось. Поэтому ставьте лайк, как вам такие советы. Напишите, какие еще ошибки можно совершить, как люди теряют деньги. И помните, ничего не делать с каждым днем, это значит тоже терять эти деньги. Сколько лет вы уже ничего не делаете? А в инвестициях время работает на вас. Так вот, сделайте так, чтобы время начало вам приносить деньги. Потому что если вы не делаете ничего, то время у вас деньги забирает. Итак, ставим лайк, обязательно ставим колокольчик. Это важно сейчас для алгоритмов, для продвижения. Но вот такой YouTube вынужден попрошайничать. И всем пока и до новых встреч.